Вот мы и приехали. Мы приехали сегодня к жасмину, к жасминовому чаю. Вот этот сорт называется белый или белейший жасминовый жемчужин. Но здесь белый это не показатель видовой, а показатель конкретного сорта, вернее указание на его самое высокое качество. И самую высокую разновидность. Мы сегодня делаем новый совершенно формат эфира, дегустируем вместе с учетом того, что... Дегустируем вместе то, что у нас есть. И тем, что у нас есть, мы хотим поделиться своими ощущениями от этого. Соответственно, помочь вам сделать выбор вашего чая, в данном случае, вполне на каждый день. Почему именно этот чай привезли? Что в нем такого уникального? Я не знаю, насколько это все попадет в камеру, но вот как бы можно поглядеть. То есть, этот чай относится к зеленому. Давайте я попробую все-таки нашим уважаемым зрителям дать возможность это увидеть. Можно его поближе. Вот такая красота. Круглый, зеленый, с беловатыми прожилками. Вот как раз вот эти беловатые прожилки, которые вы видите, это показатель высокого качества. Показатель того, что чай собирали довольно рано, как сырье. Показатель того, что чайный лист хранит в себе вот эту прелесть сырья раннего сбора. Потому что зеленый чай ранний, когда он самый-самый качественный. Но для того, чтобы зеленый чай с жасмином получился вкусным, должно пройти некоторое время. Вот, кстати, еще вы, наверное, обратили внимание, когда смотрели на наш чай поближе, что в нем нет цветового жасмина. И многие подумают, а что это, ароматизированный чай, что ли, там эссенцию какую-то у него положили. Нет. Самый хороший жасминовый чай, кстати, сейчас вот есть смысл тоже послушать, как он гремит. Обычно мы говорим, что гремят только улуны, там лишаньи, гуанинь. А здесь, сейчас я еще потрясусь, будет звук вообще потрясающий совсем. Этот звук более мощный, чем скрипт наших стульев, друзья. О, у нас же где-то уже подставочка. Я, правда, не знаю, зачем я это делаю, но мне звук сам нравится. Но чай очень крепкий, и ему от этого хуже не будет. Но я вспомнил, зачем я это делаю. Пробуждаем в чай второй аромат. То есть, когда вы засыпали в посуду, в чай... Ух ты, раз! Вспомнили. А вот сейчас понюхай, на самом деле. Парадокс, вот скажи, что не пахнет просто жасмином. Вот у меня, я не буду говорить, какая ассоциация, она ассоциация очень хорошая. А может, я скажу. Земляника, клубника, ананас. Сливки. А у тебя даже сливки пошли. Земляника со сливками. Не буду говорить про шампанское, потому что не все вообще употребляют алкоголь, но здесь тоже присутствует какое-то такое экзотическое... Вот парадокс, что хороший настоящий жасминовый чай, классный, дорогой, он никогда не пахнет просто банально жасмином, и очень часто цветов жасмина в нем нет. Но вообще, когда нет цветов жасмина, это фудзянский стиль, характерный для провинции фудзянь. Вот этот чай, как раз родной оригинальный, из провинции фудзянь. Там делают самые лучшие чаи, в которые не попадают жасминовые листочки. А причем интересно, что изначально они совместно сушатся с чаем, но потом их выбирают вручную, для того, чтобы вкус жасминовых лепестков в дальнейшем не исказал вкус чая. То есть чай вбирает своими терпенными, пористыми веществами. Вот если чай валяется на кухне, допустим, у вас, что делать никогда не нужно, чай нужно дома в комнате хранить, он может впитать аромат пряности. А вы еще в холодильнике? Да. И что-то еще. Но без продуктов. Да. А здесь он впитывает аромат жасминовых цветов, а потом жасминовые цветы выбирают вручную. Сейчас сделаем первую заварку. Кстати, обращаю ваше внимание на культуру работы с этим чаем. Когда мы делаем первую заварку, чай скручен. Будьте внимательны. Можно подержать секунд 15. Обычно в зеленых чаях первую заварку прямо выливают сразу. А здесь мы смело можем подержать секунд 15. Вот можно, пока у нас чай настаивается, аромат с крышки понюхать. Он тоже очень приятный. Потому что у нас чай сильно скрученный. Если мы эту первую заварку не держим, то будет слишком слабый вкус. А следующую заварку мы уже сольем сразу. Потому что почки уже развернутся. Кстати говоря, такой вопрос. Делаем небольшой зазор, устанавливаем, чтобы чайники у нас не проваливались. Таких чаев на вид похожих очень много продается. Да, и в принципе, а цена принципиально разная. Да, то есть мы сейчас, конечно, рассказываем о нем. А можно было бы еще в свете этой ситуации, а чем же он все-таки сильно настолько отличается от всех остальных? Ну, сильно отличается своим качеством. Это качество, соответственно, складывается из того, что он сделал в той провинции, в которой этот чай умеет делать, и его там придумали. Сделан по традиционной технологии и не содержит никаких дополнительных добавок, кроме лепесткового жасмина, которые вытащены потом еще из чайного листа. В длительности завария, во вкусовых особенностях. Ну, соответственно, поскольку чай натуральный, все это идет тоже во вкус. То есть аромат пропитывает полностью у жасмина. Он соединяется с природным ароматом чая, и в каждой заварке новые грани у чая появляются. Кстати, тоже обратите внимание, что цвет темно-желтый у чая, ну, такой желтоватый, с легкой розовинкой по краям. Для жасминов-щиев это нормально. Вот если мы заварили с вами какой-то другой зеленый чай, я бы сказал, что, наверное, цвет темноватый. Но для жасминов-щиев это нормально. Как и розоватая каемка по краям, это вот от сочетания жасмина и чайного листа бывает. В этом чае жасмин проникает в естественный аромат чая и создает вот такое ощущение, как сказал, земляник со сливками. Когда эссенция какая-то добавляется, масла, допустим, эфирные жасмина или что-то еще, аромат жасмина словно на поверхности. И он ни о чем, потому что он не структурирован в собственный аромат хорошего чая. Еще раз повторюсь, хороший жасминовый чай, как вот тот, который мы сейчас пьем, отличается от плохого тем, что аромат жасмина соединяется с ароматом зеленого чая естественного, который в этом чае хороший. То есть берут хорошее сырье, берут хороший жасмин, вместе их соединяют, создают шедевр, потом цветы убирают и шедевр остается. Вот он, этот чай. Жасмина вроде не видно, а на тонком уровне, через воздух, ну если так говорить о высоком, через вот это вот ци, как бы через некую вот это вот качество энергии определенной, чай напитывается ароматом жасмина и в себе его хранится, содержит и потом потихонечку отдает. Ну, можно теперь попробовать вкус? По опыту, если чай ароматизирован, да, искусственным образом, получается такая ситуация, что где-то первая, ну максимум вторая заварка, что-то слишком перевернуто, сильно яркое по вкусу, да, неестественное, а потом вообще все заканчивается. Да, и в принципе, по большому счету, все вот это название используют, но некоторые его еще переводят у нас неправильно, ну кто в массовом сегменте чая работает. И там чай в основном, который называется лунжу, драконовая жемчужина, вот, и совершенно другого цвета, он обычно темный очень по цвету, и там даже официально разрешается использовать другой тип ароматизации. А это тип ароматизации традиционной, который был в Китае и в 19 веке, может быть и ранее, как только жасминовые чаи появились. Сейчас жасминовый чай в Китае найти хорошие, очень сложно. Ну, и это одна из наших задач компании. Тюан, она состоит в том, чтобы до русских любителей чая донести то качество жасминового чая, которое было раньше. Почему качество жасминового чая снизилось? Потому что в Китае жасминовый чай любят на севере в основном, и пьет его, раньше был широко распространенным народным напитком, а сейчас пьет довольно узкий элитарный слой любителей, знатоков. Потому что жасминовый чай в Китае всегда использовался как великолепное лекарство. И почему именно на севере? Потому что в нем есть, сейчас, кстати, на улице похолодало, есть согревающий потенциал. То есть это единственный зеленый чай, который способен очень хорошо прогреть. Хорошо его пить, ну, само по себе это состояние плохое у человека, но когда начинаешь заболевать, например, чувствуешь некомфортное состояние какое-то, пьешь жасминовый чай, часто он помогает как-то подхлестнуть иммунитет, поднять, избежать болезней. Очень хорошо действует на желчевожящие пути и печень. То есть просто в китайской медицине используется в этом плане как лекарство. Вот сейчас аромат стал ярче, изменился. Ну, он ярче, но он нежный достаточно. Да, 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 и более цветочный. И вот потихонечку наши чайники стали разворачиваться. То есть из жемчужины уже стали появляться листочки. А жемчужина это тоже в китайской культуре такое некое традиционное понятие. Она как бы, ну, так же как и на Руси, собственно говоря, как некая суть, некий высший смысл, высшее проявление какого-то качества. То есть жесминовая жемчужина это чай скрученный шарообразно зеленый, с насыщенной естественным ароматом жесмина, который в себе концентрирует этот аромат. И еще что в этом чае очень здорово, что можно с друзьями его пить долго. Вот на самом деле, действительно, он довольно дорого стоит для чаев с таким названием, но он настоящий. И в Китае в самом найти этот чай очень сложно. И всегда, когда вы думаете о цене чая, вы рассчитываете цену одного чаепития. Ну вот, например, там я, на самом деле, мы с Жень с тобой вечно спорим, то есть ты любишь мыслить в категории... Дискуссируем. Ты, да, любишь мыслить в категории килограмма. Меня цены за килограмм вообще пугают. На чай, когда мы озвучиваешь, там, ну, там... Ну, пока к тоннам не перешли, поэтому... 150 тысяч, да, 170 тысяч рублей за килограмм. А когда мы последовательно вот это все уменьшаем до эпизода заварения чая с друзьями, допустим, сколько стоит там 3 грамм чая, то ли 5 грамм, сколько стоит чай пить и сколько стоит процесс, мы подойдем к тому, что это стоимость довольно неплохо сваренного кофе в московской кофейне, который люди пьют и... Да нет, можно... 2-3 раза в день и не задумываются о стоимости этого кофе. То есть там 250... Можно на текущий момент озвучить, на самом деле. На двоих примерно вот попить полноценно, долго, вкусно, где-то 180 рублей. Да. Еще не в каждой кафешке за 180 рублей нальют нормального вкусного кофе. Ну, единственное, что нужно будет самому приготовить, получить от этого... У нас же приятно. Да. Получить от этого удовольствие. Конечно, конечно. Вот. Вот, ну, кстати... Кафе мы не найдем. Кстати, к вопросу... Такого точно. К вопросу о том, насколько надо заморачиваться. Вот этот чай, кстати, удобен для повседневного формата тоже. То есть он мягок. Скрученные чаи вообще мягкие зеленые. То есть если мы возьмем этот чайный лист и просто кинем его в чашку... Кстати, я рекомендую вам сделать эксперимент. Вот на работе налейте просто в чашку кипяток и можно насыпать эти жемчужины на поверхность настоя и посмотреть, что с ними будет. Эффект будет необыкновенный. Скажу сразу новогодние ассоциации, конкретный шоколад в шампанском. Вот. Уникально. Пузырьков там будет. А если еще так на уровень зрения поставить глаз, они там будут, знаешь, прям вот так вот летать. То есть в принципе это можно сделать в Чахае? Да. В Чахае. Просто в кружку можно бросить. В прозрачную. Да, в прозрачную. Если нет прозрачной, можно не в прозрачную. Он демократичный чай. Но когда мы его завариваем таким образом, как мы завариваем сейчас, мы получаем самое целостное от него впечатление. То есть развитие есть аромата. Я, честно говоря, даже не пробовал, но думаю, что даже его в термос можно кинуть. Ну там надо только высшить количество. Там поменьше количество нужно. Да, китайцы так делают. Многие горожане там, которые путешествуют. Василий, а вообще есть ли какой-то совет относительно того, сколько класть грамм в термос? Да, то есть, ну, к примеру, там пол-литровый термос. Вот есть какая-то формула. Понятно, что каждый чай по-своему, да, но тем не менее. То есть человек говорит, я хочу попробовать в термосе. Вот сейчас вообще яркий. Так, чтобы это не было горько, было замечательно. Ну, я думаю, что не полную чайную ложечку, наверное, будет вообще нормально. С горкой, без горки? Ну, не, без горки. Если вот на пол-литра именно ты говоришь, то я думаю, что чайную ложку без горки, это будет где-то грамма два с половиной. Единственное, что вы не пугайтесь, что при таком способе заваривания он у вас станет насыщенно розовым. Это нормально, то есть долгое взаимодействие высокой температуры и чая приводит к тому, что больше уделяется дубильных веществ. Но при этом сильно горьким он не будет, то есть у него будет приятный, довольно комфортный вкус. Вот есть люди экспериментируют по-разному с этим чаем, есть даже заливают его горячим молоком, вот есть люди, которые с молоком любят зеленый чай. Что касается варки, что скажете, стоит ли? По этому сорту? Да. Или все-таки лучше традиционным способом заваривать либо чайником, либо в гайване. Вообще-то меня задачило, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь варил жасминовый чай. Но я думаю, что наши зрители могут вполне себе задавать такие вопросы. От эксперимента у нас ничего не должно удерживать, но в любом случае сначала попробуйте заварить его так, как рекомендует традиция, то есть более нормальным способом. Мы хотим понимать вообще, к чему мы идем, да, большевые характеристики, не на большевые характеристики. То есть вот заварить так, как мы его завариваем, либо просто в кружке. А термос, варка, это более экстремальный способ его заваривания, но они вполне возможны. Я даже знаю человека, я тебе говорю, который заваривает этот чай молоком. Да я думаю, что на самом деле... И получается довольно неплохо по-своему. Если такой чай где-то позаваривать на рабочем пространстве, особенно в Open Space, то, наверное, близлежащие коллеги, а может быть и далеко сидящие, сбегутся просто. Придут на аромат просто. Ну конечно, конечно. Это во-первых. Это определенный способ познакомиться. Во-вторых, еще что я хочу тоже сказать, обратить внимание, это может быть опять же сейчас уже не очень для Москвы актуально, хотя по моим наблюдениям, особенно подмосковной жизни, еще довольно актуально. Чай, он очень хорошо приводит в себя после различных праздников такой. То есть в Китае он вообще используется как антипохмельный напиток. Если человеку дискомфортно, и на уровне именно печени и желчного, то есть он просто как бы чистит, на самом деле помогает это лекарство. Человеку не очень хорошо. И снимает, опять же, ощущение вот это вот неприятное, которое связано с таким вот абстинентным состоянием. То есть очень поправляет, улучшает. Китайцы сами пользуются, они такие как бы жизнелюбые, довольно хорошо выпивают, при этом закусывают почти всегда, в отличие от россиян. Но жасминовый чай на следующий день наутро пьют, и он им очень помогает прийти в себя. Вот. Возник еще один вопрос. Как посоветуете, в какое время суток пить? В какое не пить? Или пить всегда? Чай. Этот именно, конкретный. То есть есть ли какие-то особенности? А заметьте, как вот извращено понятийное поле, вот ты говоришь пить, а идея все равно в голове образа возникает алкоголя. Тупивать. Вот надо дожить до того момента, когда слово пить будет ассоциироваться со словом чай. Слушайте, а у меня не возникает. Вот реально не возникает. Друзья, возникает ли у вас ассоциация? А вот если тебе, например, кто-нибудь скажет, там женщина, например, он опять пьет, ты подумаешь, чай? По ситуации, в зависимости от того, в каком контексте она находится. Если мы находимся в каком-то доме алкоголиков, там еще что-то, наверное, ассоциация будет однозначно. У тебя муж пьет? Отстрашивает одного другой. Не, ну вот в таком контексте однозначно, да, понимание того, что не чай, да. А пить там что-то, ну, вполне ассоциация, наверное, возникнет именно с чаем, либо, ну, каким-то напитком. Пьет нормально, то есть, может быть, и лимонад пьет, и еще что-то, и кофе. Воду, в конце концов. Воду, да, тоже вариант хороший. Кстати, воду надо тоже пить. Как бы вы много пили, не пили чая, в день хотя бы один-два стакана воды выпивайте чистой, прозрачной, идеально родниковой. И очень хорошо, кстати, воду пить между чаями. Если вы пьете два чая подряд, берете стакан воды, наливаете родниковую или бутылированную вкусную воду, охлажденную выпиваете, и это на контрасте вкусов работает, это немножко очищает вкусовые ощущения. Вот, очень приятный процесс. Ну, и заодно организм у нас получает воду, а не получает... Вообще, хорошую воду попить, это приятно. Осталось только найти хорошую воду. Да. Или найти, или сделать. Или сделать, да. Мы вот делаем. Делаем прекрасную воду, и наши гости, когда приходят, они сильно удивляются относительно того, где мы взяли. Да не только гости удивляются, я сам удивился. Бывает, и я в свое время, когда-то удивился лет 8-9 назад. То есть, изначально были тоже подозрения, что это... А я всегда проверяю. Какой-то фейк. Я всегда проверяю. Да, то есть, да, да, нет, нет, мало того, я проверял в течение двух видов. Я проверял, проверял, говорю, не верю, опять проверял. Вот смотрите, мы уже немало сделали заварок, а чай по цвету и по вкусу приятный. Вкус отличный. И совершенно нет горечи никакой. То есть, есть насыщенность, но отсутствует полностью горчинка. Ну, мы же взяли нужное количество чая. Это, да, кстати, опять же скажу, вот нужное и рекомендованное, которое, как раз Женя подсчитывал, где-то 5-6 грамм на двоих. То есть, на одного, соответственно, 2,5-3 грамма приблизительно этого чая используется. Если нет возможности чаю взвесить, лучше, как говорится, положить чуть меньше, чем больше. То есть, вы не ошибетесь. Обычно китайцы используют такую формулу. То есть, если мы завариваем чай по-китайски, то есть, так как мы сейчас в Гайване, например, или в чайнике, насыпаем на дно, чтобы покрылось одним слоем донышка полностью. Вот этот один слой на донышке полностью, это и будет примерно где-то грамм 5. Друзья, если вы, соответственно, взяли чуть меньше, чем хотелось бы, да, вдруг поняли, что его, в принципе, мало, вы просто лейте меньше воды, да, будет разливать... Либо тоже такая, как бы, информация, в процессе чаепития иногда китайцы подсыпают чайку. Я когда первый раз увидел, у меня была такая отрыбь, да, то есть, думаю, что, блин, как же духовность чайная, все разрушено там и прочее. Ну вот. Потом мне стало казаться, что это специальный такой некий мастер магический был, который специально... А они прям покорушены? Кан мне, Кан мне задал, что, типа, у меня наступил чайное просветление. То есть, я думал, что у китайцев все правильно, а тут он раз, на пятой заварке гайвань открыл, и тогда чай еще, хоп, сухого. А на самом деле, просто пришел еще один человек, ему показалось, что... Ну, молодо, да. Иван у нас был, он спрашивал там, чай подействовал? Чай, ну, подействовал чай. Сильный же. Вот так же и тот думал, ну, придет, как бы, а чая не хватит, подействуй. Да, он сыпанул еще жасминовый жемчужин и начал заваривать дальше. Это я про того китайца. Поэтому, если вдруг кажется, что мало, добавьте прям туда. Заварите. Вот. А можно так последовательно, как бы, засыпать. Да, это по-своему, кстати, прикольно, и ничего такого-то противоправного нету. Можно применять и такую методику. И, кстати, еще тоже вариант. Если насыпали поменьше, не хотите досыпать, помимо того, что Евгений сказал, наливайте меньше воды, а можно еще и чуть-чуть дольше держать. Ну, да. То есть, тоже будет... Просто поменьше будет заварок, но, в принципе... Или, наоборот, если сыпанули много, можно побыстрее выливать. Быстро-быстро, и у вас будет чай завариться долго, и будет завариться вкусно. А с этим чаем еще плюс какой, что не промахнешься, он не станет грубым, даже когда положили много чайного. Ой, такой красивый. Чай стал прям как будто ворсинки. Да, и вот, когда мы рассматриваем сам чайный лист, мы видим где-то позеленее, где-то посветлее. Вот то, что у нас позеленее, вот, это чайшок. А то, что посветлее, это почка. Вот смотрите, за счет чего формируется эта жемчужина. Вот такая непонятная у нас, ну, лента, или такой, я не знаю, кто это такой. Какой-то там дракон вытянутый. Ну, короче, вот, фиговина такая. Это черешок, да, и в конце черешка почка. Хвостик. И все это вместе, да, формируется в жесминовую жемчужину. И вот таких у вас будет жемчужин много. Чай качественный. Можно, кстати, так попрекалываться, потянуть. Вот мы его тянем, он растягивается прям как латекс, как резина. Это тоже признак хорошего чая. Ботокс, ботокс, с больших сторон. Да. Вот, но, в принципе, да, тянущийся лист, это произведение искусства говорит о том, что качественный чай. И, в принципе, часто спрашивают, а сколько заваривать? А столько, сколько хочется. Самый главный критерий. Ну, это по количеству? Да, по количеству. Раз. Но при этом, такой чай, он 10, заваливали, будет вкусный. Если вы заварите в кружке и из этой же кружки пьете раз-три, будет вкусно. Да. А так 10-12 раз вполне. Вот, во рту надолго остается приятное послевкусие. А уже пошло. Да, то есть, вкусовая... И потом, да, 15-20 минут будет сохраняться и совершенно у вас не будет... Там чувствуется жасмин, то есть, кто любит жасмин, там жасминовый запах найдет естественно. И вкусно. Но кто не в восторге от цветочных ароматов, этот человек, этот чай выпить с удовольствием просто как чай. То есть, настолько в нем этот аромат вошел в суть органично просто. Что он как что-то новое. То есть, это не жасмин, не чай. Это нечто третье и это уникально. Уникальный шедевр, уникальное произведение китайской традиционной чайной культуры. У нас есть, кстати, еще два жасминовых сорта. Называется Моли Чаван, Владыка жасмина, и Моли Битань Пяо Сюе, Кружающий снег с Касой Битань. Они гурманские, эстетские, рафинированные сорта. Ну, про них расскажем отдельно. Да, если захочется вам чего-то запредельного, можно обратиться к тому или к другому чаю, но при этом этот чай еще и проще, в хорошем смысле слова. То есть, например, на работу я бы взял бы в офис вот такой, например, чай. Я бы не стал брать окружающий снег с Касой Битань сто процентов. Вы имеете ввиду, потому что соберутся не только с текущего Open Space, но и с соседних. Ну, и все выпьют. Все выпьют, то есть, и чай заберут. Понятно. Вот, начальник точно отберет. Бывает такое, да. Скажет, дай попробовать, и выпьет все. Начальники, они, да, очень часто поведение такое предпочитают относительно тех чаев, свои подопечные наши приносят. А вот она так увидит, типа, жесмина, жемчужина пьет. Ну, как в обычной чайной компании. Есть, кстати говоря, возможность повышения относительно того, не градуса, а повышения по работе относительно того, что начальник, оказывается, начинает понимать, что его подчиненный никто бы там ни было, а человек, очень хорошо разбирающийся в чаях. Да. Ну что же, на сегодня, я думаю, мы рассказали по чаю очень много, то есть, можно делать свой выбор. И, собственно, приступать к зрелому, зрелоориентированному, как говорят психологи, поступку, то есть, непосредственно, как бы, вот, наслаждение процессом к употреблению. С жесминовым чаем всегда это очень приятно, легко сделать. И еще важный момент, этот чай не капризен к воде. Конечно, хорошая вода будет лучше, но если вдруг вы оказались в каком-то месте с непонятной водой и с этим чаем, смело заваривать, он будет вкусным. Все равно. Итак, друзья, можно сделать достаточно просто, взять всего 10 игрок. Да, если вы никогда его не пробовали, да, не до конца понимаете, но хотите почувствовать, понять то, что мы сегодня рассказали, да, почувствовать у него нотки, аромат, вкус, попробовать разные способы заваривания, пожалуйста, вот, есть все шансы, все возможные варианты. А, кстати, к вопросу о килограмм, килограмм там уже нет далеко. Думаете, все ушло? Поэтому, поэтому, как бы, насчет 10 грамм не знаю. Я бы, честно говоря, 100 взял. Не, ну, ваша отдельная любовь к этим чаям, она не есть. Я жасминовый чай люблю, да. При этом некоторые говорят, еще так странно смотрят, говорят, Вася, ты что-то так много чая пил, типа, что ты до сих пор жасминовый любишь? А жасминовый чай это шедевр. Вы не представляете, друзья, какие есть в Китае жасминовые чаи, и этот один из них, вот, которые могут поспорить еще с Луном. И по действию, и по сложности, структурированности букета в Китае пьют жасминовый чай реальные, гурманы, очень тонкие, очень внимательные люди. Вот, раньше он таким был очень народным напитком, а сейчас это напиток во многом даже элитарный. То есть, некоторые сорта жасминовых чаев, их заказывают просто знатоки, и очень богатые, и очень известные, очень знаменитые люди-северяне. Потому что это напиток с севера Китая и вполне русский чай. Кто русский, тот пьет жасминовый чай. Знаете, в частной ноте мы... Кто не русский, тот тоже пьет жасминовый чай. Будем заканчивать сегодня эфир. Да, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Подписывайтесь в нашу группу, если вы еще не подписаны. А если подписаны, то вам флаг в руки. А те, кто подписан, не отписывайтесь. Да, те, кто подписан, однозначно получат и рассылки, и все остальное, то есть будут в курсе. И я думаю, что мы порадуем вас новому эфиру. У нас, кстати, книжка о чайе есть. В ближайшее время выйдет книга, очень интересная, в форме романа. Можно даже две. Ну, вторую мы, наверное, все-таки последовательно будем запускать, но тем не менее, поэтому ждите фаналса. Я думаю, в ближайшее время мы их сделаем. Согласен. Согласен.